Скейт-парк в Сарове оборудовали в 2015 году на стадионе Икар. На площадке установили несколько фигур из ламинированной фанеры, которая ломается от сырости, перепадов температур и больших нагрузок. Поэтому скейт-фигуры пришли в негодность и стали травмоопасными, несмотря на ремонт. Еще один скейт-парк есть на товарной базе, но он крытый, и там можно кататься только зимой. При этом в Сарове серьезно развиваются экстремальные виды спорта. А спортсменов на роликах, скейтах и BMX, велосипедах становится все больше. Им нужна качественная площадка для занятий. С этими проблемами выступил инициативный райдер на заседании комитета Городской думы. Город упорно не замечает существующую молодежь в субкультуру экстремальных видов спорта. Упорно. Этот акцент нужно смещать. Если 20 лет назад, когда я еще за это родил, мы тут выбивали эту площадку давно, это старая история, я еще катался. Если тогда все это было еще на уровне инициатив, то сейчас, извините, эти виды спорта олимпийские. Как утверждает Андрей Ятунин, даже на момент своего появления в городе скейт-парк уже был неактуальным по технической составляющей, так как во многих городах установлены бетонные конструкции. Кроме того, нет планового обслуживания спортивного объекта. Райдеры заверили, что в бюджет 2023 года подали дополнительную заявку на закупку оборудования скейт-парка размером 20 на 30. Этот проект Москвы по оценочной стоимости еще до того, что произошло у нас в России, это было 10 миллионов. Конкурсные процедуры прошли. Оценочная стоимость примерно такая. Кроме этого, мы обсуждали историю размещения скейт-парка на территории бывшего клуба «Горизонт». Поступали предложения разместить новый скейт-парк и на территории лыжной базы. Народные избранники сошлись во мнении, что для решения вопроса нужно проработать концепцию и технические характеристики объекта. Для этого единогласно приняли решение на базе комитета создать рабочую группу. Также на заседании обсудили результаты благоустройства внутриквартальных территорий по заявкам депутатов. Четыре контракта выполнили. На одном объекте сроки сорвали недобросовестные иногородние подрядчики. В результате данный контракт выполнить, точнее три контракта выполнить не удалось. На сегодня мы пытаемся решить точечно выполнить ряд работ, насколько это возможно будет. Но тем не менее общая сумма заявлена на следующий год для выполнения работ в приоритетном порядке. По итогам вам решать. Из девяти проектов выполнены шесть. По трем проектам работы в стадии завершения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.